Человек, чье имя носит военно-спортивный клуб, почетный гость всех мероприятий гренадеровцев. Встреча с Виталием Бубениным для ребят – главный стимул к новым победам. Человек-легенда пограничных войск, герой Советского Союза, создатель и первый командир группы «Антитеррор Альфа», ветеран войны в Афганистане, генерал-майор Бубенин, предложение назвать клуб своим именем принял не сразу. Признается, было неловко. Я когда пришел к ним, увидел и сказал, что я согласен, не потому, что это как-то плохо выглядел, может быть, и скромно, но я подумал, что это нужно для дела, для воспитания, для ребят. Я заработал имя своему герою, защищая свою родину, свое отечество. Каждый из пришедших гостей – легендарная и выдающаяся личность. Это и герой России Руслан Кокшин, и ныне активист, а в прошлом артиллерист, участник Великой Отечественной, герой Павел Сюткин. Я участник Великой Отечественной, герой Великой Отечественной войны. Остался единственным экземпляром во всем Большом Сочи. Мне сейчас 94-й год идет. Поэтому для них не просто экспонат какой-то, вот приведут или еще что-то. Я не о этом не остановлюсь. Я хочу хоть что-то передать, что-то такое, какую-то внести лепту в эти детские, юношеские души. Главная задача гренадера – воспитать настоящих мужчин, достойных граждан страны. А подобные встречи, где укрепляются связи поколений – лучший пример для подражания. Одно дело, когда ребята на тренировке изучают навыки рукопашного боя, начальную военную подготовку. И совсем другое дело, когда они вживуюся и прикасаются с теми людьми, которым пришлось совершать подвиг, рискуя своей жизнью. Вот тогда и происходит шлифовка, отработка тех качеств, которые мы называем русский характер. То, что поставленные задачи военно-спортивный клуб выполняет, доказывают сами ребята. Ежегодно воспитанники гренадера поступают в вузы Министерства обороны ФСБ России. Пополнили сочинскими гренадеровцами в прошлом году и ряды студентов Голицынского пограничного института и Рязанского военно-десантного училища. Такой результат работы подчеркивают приглашенные герои и есть военно-патриотическое воспитание граждан.